Второй блок у нас Владимир Незнамов, председатель общественной обладательной комиссии Сарабской области. Здравствуйте. Добрый день. Вы были активным участником гражданского форума. Что вы можете про него рассказать? Он только что закончился, и это одна из самых важных новостей недели. Я был участником второго гражданского форума. Первый раз я участвовал в прошлом году, он был в здании экономического университета. В этом году он для меня начался в 8 часов утра, когда мы вместе с секретарем общественной палаты Бричаловым Александром Владимировичем начали этот день в пробежке. Я долго думал, чем это обусловлено, но когда он рассказал свою биографию о своих увлечениях, уже потом в неформальной обстановке, был поражен, в принципе, этим человеком. Потому что мало кто знает, а многим журналистам теперь он рассказал, и теперь все знают, что этот человек участвовал, занимаясь триатлоном. Причем в триатлоне есть две дисциплины. Это олимпийская дисциплина, когда человек плывет полтора километра, потом 40 километров едет на велосипеде, потом 10 километров бежит. А он участвовал в триатлонах, которые подходят под брендом Iron Man, «Железный человек». Это 4 километра плывешь, 180 километров едешь на велосипеде и 40 километров бежишь бегом. Он в этих соревнованиях участвовал, но не побеждал, но добегал до финиша, что говорит о незаурядных физических, человеческих качествах. Было приятно, в принципе, рядом с ним пробежаться по набережной. Но этот день 10 декабря, а официально для меня он начался 9 декабря, когда я был на переговорной площадке, посвященном молодежному экстремизму. Потом 10 декабря я уже был модератором на площадке с названием рабочим, роль общественных институтов противодействия и коррупции. Был на встрече Бричалова с бизнесом, с опорой России. Был на, вернее, смотрел в зале, ну не в записи, а в прямой трансляции переговорную площадку о патриотизме и закончил этот день на пленарном заседании, когда подводили итоги. Насколько такие форумы нам нужны? Да, в принципе... Есть ли прям вот явные плюсы? Ну, явные плюсы, они в каких-то измеряются, наверное, процентных результатах. Если хотите выслышать, то таких вот процентов результатов, сказать, назвать сложно. Но то, что они нужны, это безусловно. Во-первых, ну, по-разному можно относиться к тому, что там обсуждалось. Вроде сказать, кто-то скептически может сказать, ну, говорильня, очередная говорильня. Но через эту говорильню не будет никакого результата. Если мы, допустим, будем говорить о коррупции, и кто-то радикально будет говорить сажать, стрелять, то я могу пример привести в качестве опыта борьбы с коррупцией в Китайскую Народную Республику, где коррупционеров расстреливают. Однако процент и количество полученных денег в результате коррупционных преступлений там, ясно, зашкаливает. Недавно был задержан, а чуть ли не второе лицо там в партии или в госбезопасности, который увлечен тоже в коррупционных преступлениях. То есть наказание не является формой предупреждения. В данном случае, говоря об этой проблеме, мы стараемся, по крайней мере, привить в обществе неприятие коррупции. Ведь, вы понимаете, долго этого явления не было в нашей жизни. Были различные уголовные преступления, которые назывались взятки, там, значит, превышение служебных полномочий, там, так сказать, халатность и так далее, и так далее. А вот потом появилось такое слово коррупция, которое определяет как бы себе все вот эти подобные преступления. И говорить об этом надо, и обозначать проблемы надо, реперные точки обозначать надо. И я считаю, что, как это ни странно звучит, через разговоры об этом мы придем, в принципе, к результату. Это мое глубокое мнение, поскольку на площадке, в которой я был модератором, было порядка 80 человек, где-то 87, около 90 человек были представители всех силовых структур. Мы пригласили всех, не только полицию, мы пригласили Следственный комитет, прокуратуру, ФСКН, то есть все подразделения, которые борются с коррупционными преступлениями внутри себя. Вот, они слышали нас, был живой разговор, была дискуссия. Это не было, так сказать, доклад, все там проголосовали, покивали головой. Была дискуссия, были споры, мы обозначали, мы говорили. Мы искали точки соприкосновения, я считаю, что мы, в принципе, их обозначили, дальше будем двигаться в этом направлении. Еще один вопрос, вот насколько гражданский форум гражданский? Я говорю с той стороны, кто там мог принимать участие? Я понимаю, со стороны власти это могут быть и депутаты, и чиновники, и представители силовых ведомств, а со стороны... Давайте скажем так, я буду отвечать за то, что делал я. Да, конечно. По крайней мере, там, где я присутствовал. Вот, значит, кого пригласил я на переговорную площадку, прежде всего? Значит, ну, во-первых, это были члены комиссии, которую я возглавляю в общественной палате. Это были их помощники, это были эксперты, которые определены в течение, значит, вот уже полутора лет работы в общественной палате. Я пригласил представителей общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией, общественный комитет, комитет по борьбе с коррупцией, комитет по противодействию коррупции, там, в средствах органов власти, общественные структуры. Я пригласил военно-патриотические организации, состоящие из бывших сотрудников правоохранительных структур. Я пригласил практически, мне так показался весь средств людей, кому эта тема, в принципе, близка. 90 человек, 87 человек. Вы понимаете, что я не выбирал. Приглашения посылались на первое лицо, и он мог прийти с кем угодно. Я был готов разговаривать с любым человеком. Я был готов к любому вопросу, к любому ответу, к любой дискуссии на эту тему. Потому что я с данным вопросом согласен и с президентом, и с любым гражданином, который сейчас считает, что коррупция – это одна из сейчас угроз национальной безопасности нашей страны. Я немножко по другому вопросу задам. Вы послали приглашение. А если кто-то просто хотел прийти? Вот, просто человек с улицы, которому тоже эту тему. Ну, вы знаете... Я просто объясню. Я понимаю, что вы хотите сказать. Не пустили Павла Галактионова. Он тут у нас в студию приходил. Это один из политических активистов. А у нас не пустили корреспондента Романа Козлова на круглый стол, с чего начинается Родина. Оператора пустили, а его нет. То есть, он хотел там тоже послушать, вопросы задать. А получилось, что у нас только картинка от него была. Поэтому и спрашиваю. То есть, можно было заходить, в принципе, гражданам или по приглашению? Нет, ну, как взрослый человек, вы должны понимать, что просто так с улицы зашел, пришел, высказал. Ну, такого это... Ну, это просто, ну, и по объективным, скажем так, вопросам безопасности делать нельзя. Вот мы всегда как-то говорим о терроризме, говорим о каких-то проявлениях. Ну, всегда надо учитывать, что в обществе существуют и психически больные люди. Извините меня, это реальность. Да, и не всегда человек совершает, скажем так, преступление, похожее на терроризм, с политическими целями. Он может быть недоволен увольнением с работы, он может быть, мало чем, он может быть недоволен, но считает таким образом себя прославить. Такие случаи массу есть, когда человек, совершая какое-то преступление, пытается привлечь себе внимание. Свободный проход на такие мероприятия исключен. Другое дело, что если, допустим, любой желающий захотел поучаствовать в моей переговорной прощадке, а я достаточно гласный человек, и ко мне можно зайти в любое время на работу и позвонить, и телефон мой свободно муссируется везде, я бы такого человека пригласил, и пожалуйста, мы поговорили. Чем больше людей, я считаю, будут в вопросе участвовать, с различных политических взглядов, причем не обязательно, что все едины как-то в одном, это общая проблема, то для меня это не проблема. Если бы были какие-то ограничения, то они разумные, я думаю, что они вызваны элементами безопасности, а не политической конъюнктуры. Просто так зайти с улицы и пройти куда-то на площадку, ну это не совсем правильно, это так нигде, это ни в какой стране мира, так делать нельзя. Если мы будем проголодить примеры ЗМА, западные демократии, там этого тоже нельзя. Там это тоже нельзя, свободно прийти и говорить то, что ты, так сказать, хочешь. Ну, в общем-то, по гражданскому форму я ответы по себе получил, которые хотел. Ну, я еще раз говорю, можно по-разному относиться, можно по-разному относиться к резолюции, может быть, некоторые носят риторический характер. Ну, то, что это делать надо, я еще раз говорю, это делать надо. И в следующий раз, если, Павел Гагзионов, наверное, захочешь куда-то прийти, просто это сделать надо цивилизованным путем. Не таким вот девашим, я пришел, здрасте, меня не пустили. Я не знаю, как там было, но трудно комментировать то, что я не знаю. Но если бы, по крайней мере, он захотел участвовать в кондиверационной площадке, ну, такая возможность, наверное, была. С учетом того, хотел бы, конечно, спросить, о чем он будет говорить. Потому что, говоря ни о чем, тоже иногда создавая себе личный пиар, я не про него говорю, а в принципе, то это тоже не повод для конструктивного решения вопросов. Хорошо. Давайте к теме дня вернемся. У нас сегодня день Конституции все-таки. Вы читали ее? Я даже ее с собой принес. Слушай, так прекрасно. Потому что она, надо сказать, у меня шла рефреном через 20-ю статью Конвенция ООН о противодействии коррупции, которую мы якобы не ратифицировали. Ну, до конца-то в итоге нет. Частично. Я с вами готов поспорить, как говорится, потому что об этом много говорят. Даже вот сейчас, сидя в приемной и слышу вашу передачу, завтра какой-то митинг по этому поводу, значит, за этой ратификацией. Давайте точки надо и поставим. Статья, вернее, Конвенция о противодействии коррупции ООН полностью нашим государствам ратифицирована. 20-я статья не нашла права применения, не потому что она там плохая, не хотя бы, а потому что она в настоящий момент противоречит нашей Конституции и статьям Уголовного кодекса. И также эта подобная статья не нашла права применения в ряде таких, так сказать, ведущих европейских актов, странам Бельгии, Австрии и так далее, не буду на память, не просто не помню, порядка 7-8 стран, где она не нашла свое применение. Потому что она противоречит тем государственным, так сказать, законам, которые существуют на данный период. 20-я статья Конвенции ООН о противодействии коррупции говорит о незаконном обогащении. Да, конечно. А у нас Конституция говорит, что право доказывать свою невиновность гражданин не должен обладать, то есть не должен доказывать, что он в чем-то виноват. Это должны делать органы, понимаете? Незаконным обогащением может быть то, это то считается по этой статье, когда человек не может объяснить свои материальные активы, которые якобы не совпадают с материальным достатком его, ну, с зарплатой, там, с каким-то поступлением и так далее, и так далее. То есть он априори становится уже преступником, понимаете? Если, извините меня, по каким-то причинам вам подарили, ну, какой-то, я не знаю, что-то подарили, что превышает вашу зарплату, может быть, это машина, я не знаю, ну, кто-то решил, может быть, дальние родственники, то вы изначально должны быть уже под подозрением, потому что стоимость вашей машины превышает ваши доходы, вы должны вроде как бы уже попадать в поле зрения правоохранительного, согласно этой статье. Вы понимаете, логика какая-то в этом есть. Я готов, в принципе, признавать, что какая-то мысль в этом есть. Ну, по этой статье любой человек может быть, в принципе, вынужден доказывать то, что он не преступник. Ну, смотрите, любой человек в России-то доказывает, что он не преступник у нас постоянно. Давайте начнем с этого. Разговор идет, в первую очередь, о крупных госчиновниках. Не будем скрывать, разговор идет о крупных госчиновниках. Хосеечных, Ортенбергах и так далее. Ну, закон-то у нас не только пишет, что для госчиновников, для всех рядовых граждан. Ну, вы знаете, если бы мне кто-нибудь подарил такую машину, на которую мне никогда денег не хватит, или квартиру, я бы с удовольствием принес справку о том, что мне ее подарили. Саша, вы меня слышите, я еще раз говорю. Согласно этой статье, человек изначально становится уголовным как за попадающим под базар. Вы не должны доказывать свою вину, если вам правоохранительные органы ее не доказали. Понимаете, в чем соль? Не должны. Это дело правоохранительных органов. Если они придут и докажут, что ваша машина получена незаконным путем, или ваша дача построена на незаконные деньги, это они должны работать, выявлять и так далее. Это другой вопрос. А вы изначально не должны этого делать. Так вот эту вот свободу нам гарантирует как раз наша, и не только наша, я еще раз повторяю. Может быть, в этом и есть зерно борьбы с коррупцией. Может быть, как раз, если мы здесь ведем надзор, может быть, сделаем шаг вперед. Я просто спрашиваю. Нет, философски я готов. Нет, я слышу, философски можно рассуждать на эту тему. Но для этого нам нужно, чтобы не ратифицировать, а чтобы найти право применения этой статьи, нужно изменить Конституцию, нужно изменить уголовное законодательство. Если мы на это готовы пойти, то очевидно сказать, ну а смысл? Ну, законодательство, так сказать, по мнению, ну и по моему мнению, по мнению многих правоохранительных структур, как говорится, достаточно статей, чтобы негодяя, коррупционера, чиновника, или там какого-то, сказать, лица, облегченного властью, привлечь за те преступления, которые он совершил. Ничего не мешает. Другое дело, что вторая сторона коррупции, это два субъекта. Дающий и берущий. Конечно. Вот про дающих мы говорим, вернее, про берущих, а про дающих почему-то замалчивают. Почему же дающие не обращаются в органы, не бегут и не говорят, ребята, с нас вымогают? Вот здесь вот философия очень важна. Вот интересно то, что получается, что в принципе выгодно давать откаты, давать преференции какие-то, и получать за это другие преференции, понимаете? По крайней мере, отдельным видом бизнеса. Потому что, по крайней мере, открыв общественную приемную по противодействию коррупции на базе комиссии, я ни одного бизнесмена у себя с заявлением, допустим, или хотя бы с устной информацией, упаси Господь заявление, хотя бы с устной информацией о том, что с него вымогают деньги, и он хотя бы должен, хотя бы он может об этом сказать даже без написания заявления. Я что-то за два года не встречал. Поэтому я еще раз говорю сказать, вот на этом гражданском форуме была затронута очень важная мысль. То, что начинать бороться с коррупцией нужно с сознанием, с морали, понимаете? Что это не только правоохранители должны с ним бороться, а все мы с вами, вы, дети, и со школы, может быть, воспитывать людей к неприятию, брать деньги, взятки и откаты. Как вы думаете, Конституция известна людям обычным? Не самый факт существования, а именно факт того, что это главный наш закон. Читали ли они Конституцию? Ну, в том объеме, о котором вы спрашиваете, наверное, я предполагаю, она, наверное, неизвестна. Но, опять-таки, почему? Потому что давайте сделаем скидку на то, что мы всего лишь 20 лет живем немножко в другом государстве, чем жили до этого 70 лет, да? Да? Ведь вы помоложе, наверное, сказать, ну, были в неосознанном возрасте, когда вот началась вот эта перестройка, потом вот новые, сказать, экономические строи, новые практически страна, да? Я жил в Советском Союзе, был пионером, октябренком, пионером, комсомольцем, членом партии. Понимаете, 70 лет, к сожалению, в общем создавалась такая атмосфера, когда за тебя все решают наверху. Вот. Было полное доверие Политбюро, всем государственным органам, никто об этом даже не задумался. И вот задача-то, в принципе, и средства массовой информации, и общественных институтов, и таких вот гражданских форумов, которые проводят, привить людям понимание, что от тебя в этой жизни тоже что-то зависит. Понимаете? Бороться за свои права на основании основного закона Конституции, который, к сожалению, как вы правильно сказали, очень большое количество людей даже не читали. Понимаете? Я вам предлагаю сейчас передохнуть и посмотреть наш опрос. Сегодня походили по городу, поговорили с людьми. Давайте включим опрос. Знаете, какой сегодня день? Да, конечно. Пятница. Да, 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 праздник. Вы читали? Да, читали. Я ее люблю, обожаю. Она умница. А скажите, пожалуйста, соблюдается она в России? Нисколько, ни грамма. Меня как пенсионера все не устраивает, оббирают. Пенсия маленькая, жить тяжело. Люди соблюдают, правительство соблюдает. Ну, мне кажется, что все нормально. Вот так сразу сказать, что да или нет, я бы так не отвечал. Потому что, понимаете, Конституция – это основной закон, есть нормы. А вот по поводу того, что там соблюдается, не соблюдается, за каждой нормой стоят люди, поэтому здесь не могу ответить ни да, ни нет. В общем, конечно, соблюдается. Просто святая обязанность каждого из нас. А то, что нет, я так говорить не буду. Мне трудно сказать, я очень аполитичный человек. Я живу в своем маленьком арке. 12 декабря – день Конституции. Да. Вы читали Конституцию? Да, я по образованию юрист. Конституцию читали. Человеку гарантирует право на труд, право на здравоохранение, на жилье. Но если со здравоохранением еще как-то можно получить его бесплатно, то с жильем проблемы. Наверное, соблюдается. Ну, наши тоже у кого спросить, ну, вообще ничего не знаю. Сначала до конца нет, но не знаю, какие-то пункты, может, приходилось в жизни прочитать. А соблюдается в России, на мой взгляд? Где-то да, где-то нет. Да. День Конституции стоит. А вы читали Конституцию? Да. Ну, конечно, не все. Я наблюдала за новостями. Нарушаются многие законы. Люди должны быть более осведомлены, а власть должна получше соблюдать закон Конституции. Ну, нет такого, что прямо все говорили, вот, он не соблюдается, ну, как-то просекает всех, кто по барабану, все, все равно, и все дальше с этим и живут. Вы читали Конституцию? Да. 51 статью знаю, чтобы не давать показания. Я за ней, так сказать, это, не прохранитель, не прокуратура, чтобы отвечать. Где она соблюдается, где она не соблюдается. В общем, как будто да. Вы меня хотели чем-то удивить, вот, так сказать, с опросом? Нет, я вас хотел просто немножко развлечь. Да, ну, почему? Ну, достаточно объективный опрос, и я перед этим сказал, что, к сожалению, да, Конституцию надо преподавать отдельным курсом, ее надо читать, иначе не в институте, а начинать уже в школах где-то, в принципе, надо об этом говорить. Потому что, к сожалению, во-первых, не то, что, вот, говорит, не Конституция соблюдается, отдельные, может быть, нормы, какие-то отдельные положения, может быть, не всегда отдельными чиновниками, но так вот говорить огонь, что Конституция не соблюдается, я бы не стал, в принципе. Негодяев и предатели всегда, во все времена были во всех структурах достаточно. Я вернусь еще раз к 20-й Конвенции, вы сказали, что... 20-й статье Конвенции ООН по противодействию коррупции. Я просто сокращаю, у нас время. Я понимаю. Все все вроде бы поняли. Смотрите, вы сказали, что нельзя переписывать, точнее, нельзя принимать, потому что нужно переписывать Конституцию, при этом у нас есть, скажем так, политические возможности переписать ее. В 2008 году увеличили срок полномочия президента, в этом году дважды меняли под президента Конституцию. Первую, сделали сноску, что теперь он назначает прокуроров. Второй вариант ввели в состав Совета Федерации дополнительных людей, которых назначает уже сам Путин. То есть, меняли законодательство и вносили изменения, которые позволяют менять законодательство. У меня, собственно говоря, такой вопрос. То есть, если мы можем укреплять власть президента, то почему бы нам не... Или вы все-таки... Ну нет, Саш, я некорректно на твое сравнение в данном случае в отношении вот этой 20-й статьи. Во-первых, я не говорю, что под нее надо изменять Конституцию. Вы сказали, что она противоречит Конституции. А самое главное, она еще и противоречит уголовному кодексу. У нас нет такой статьи в уголовном кодексу, незаконное обогащение. Я могу сказать, ну как эксперт, как юрист, как высший сотрудник спецслужб, что у нас в законе достаточно статей, правоприменяющих, чтобы бороться с коррупцией. Вводя вот эту статью, еще раз говорю, мы приводим граждан, любого гражданина в разряд подозреваемых. Это ненормально, это нарушается принцип презумпции невиновности. Вы понимаете, как все... И не Россия, и не одна приняла это, не приняла это право применения, а в ног ведущих европейских стран. И смысл, еще раз говорю, дело в том, что каждый человек должен, скажем, завтра быть, получив как бы подарок на день рождения, извини меня, который не может обосновать, по логике становится, еще раз говорю, подозреваемым. Ну да, все, спасибо. Вы уже повторяетесь, мы вас... Ну я просто объяснил, что переписывать, а вот переписывать... А потом, что касается президента, понимаете, ну давайте будем исходить вот из различных ситуаций. Вот я слушал, опять, как говорится, не буду с вами полемизировать, но и ваше, так сказать, выступление, мне кажется, есть двойные стандарты, понимаете. Вот вы назвали Гиркина, вы так хорошо сказали, Стрелков-Гиркин, так сказать, он преступник. Потому что он поехал на чужую территорию. А извините, все, кто в 30-х годах боролись с фашизмом в Испании, тоже преступники. А Закаев, который комментирует, который воевал с действующей властью на тот период, хороший или плохой. Закаев однозначно плохой. А чем вам Стрелков-то не понравилось, который поехал воевать не с действующей властью, а с фашизмом, который, так сказать, пришел в власть в результате антигустационных переворотов, добровольно. Давайте мы не будем сейчас в Украину сваливаться. Добровольно поехал, и не в качестве. Не, ну просто сказать, ну вы так иногда легко так раз, и мы, так сказать, и все там... Это мнение мое, это мнение ваше. Вы на него имеете полное право, сказать, да. Я просто боюсь, что мы сейчас уйдем в Украину, и там мы, в общем, и останемся. Время идет, я бы хотел еще вам, как председатель УНК, дать слово, сказать. Да, собственно, вот вы ездили неоднократно за последние месяца по колониям. Что вы там видели, расскажите, пожалуйста. Я вот с вами бы с удовольствием поехал, но... Я приглашал, конечно. Ну, я понимаю, у вас объективно, наверное, но все равно поехать надо и придется. И причем, я еще раз говорю, вам проявить надо в этом вопросе самому инициативу. Как вот, вы же добровольно зашли в эту комиссию, как говорится, и я всегда готов, сказать, что вместе вы могли выполнить те обязательства, которые, наверное, морально перед собой поставили. И всегда, сказать, готов взять вас в любую поездку в качестве, сказать, члена УНК. Вы имеете, наверное, полное право по закону. С чем я столкнулся, понимаете? Я очень серьезно готовился. Честно говоря, первую ночь перед посещением колонии не спал, потому что все колонии, которые я видел, я видел по телевизору. Вот что-то очень, сказать, вот такие урки страшные, воры в законе. Я думал, что сейчас вот такое, такое, такое. Я могу объективно сказать, что в семи колониях, которые я посетил, даже в восьми, сказать, я такого не увидел. Вот. И для меня это произвело, конечно, впечатление очень большое, потому что я очень рад, что, по крайней мере, в Саратской области такое положение дел существует. Причем закладывалось оно, я скажу, не вчера. И к моему приезду не красили листочки, не строили заключенных, не учили они стихи, не учили приветствия. Я ехал и заходил туда, куда я заходить хотел. Не туда, куда меня приглашали, а туда, куда вы откройте вот эту дверь, откройте вот эту камеру, а кто здесь, откройте. А я туда зайду. Я заходил везде. Штрафной изолятор, в блок отряда с особыми условиями содержания заключенных, где, так сказать, сидят самые отъявленные, так сказать, те, кто не подчиняется режиму. Я беседовал с кем-то, я заходил к убийцам, мошенникам, насильникам, понимаете. Вот, я могу сказать, что условия для исправления, условия для отбытия наказания созданы. Другое дело, как человек к этому готов, понимаете. Мы, к сожалению, к моей искренней сожалению, конечно, матери, которой погиб сын в 13-й колонии, вот, но мне бы казалось неправильно вот из-за этого случая всю систему, по крайней мере, саратовского УСИНа, как бы взносить какую-то, какую-то порочную. Я глубоко уверен и, поверьте мне, убежден в этом, что когда вы поедете со мной, у вас будут такие же ощущения, потому что со мной проехали практически все члены УНК разного образования, разного направления. Елена Владимировна Столярова – журналист, кто-то там, сказать, общественник в Ольске, бизнесмен. У всех было такое же впечатление и выводы, что, еще раз говорю, условия созданы. Если ты попал в воле судьбы, а любое, сказать, попадание туда – это беда для любого человека, не будем брать, по какому мотиву он совершил преступление, но находиться с здравым, с рассудки, физически крепким, за колючей проволокой – это беда. Я только так к этому отношусь, но я говорю, еще не обсуждая то, почему ты туда попал. Если ты хочешь стать на путь исправления, условия созданы. Есть отдельные моменты, они есть всегда и будут в любой системе, идеальных не бывает. Но я бы не хотел, чтобы по отдельным каким-то моментам строил свою до всей системе негативную. Я видел великолепный дом ребенка. Я на воле, извините, если можно так применить слово, я такого не видел ни в Саратове, ни в области. Это такая чистота, такая культура. Такие дети, ну да, мамы там отбывают наказание, они так одеты. Там такие условия. Я еще не видел такого дома ребенка нигде даже не за колючей проволоки. Я не видел такого краеведческого... Вот представьте себе, и мы съедем. Жили там лучше, чем на воле. Ну вот парадоксально звучит, вы понимаете. Когда журналисты на выходе меня спрашивают, Владимир Васильевич, дайте комментарии. А я по логике должен сказать, как здесь хорошо. Конечно, это абсурд. Я такую фразу произнести никогда не смогу. Это глупо, это издевательство. Потому что не может быть за колючей проволокой. По сути своей просто хорошо, потому что лучше быть на свободе. Но еще раз говорю, то, что я, какой я в музее краеведения видел в 10-й колонии, то, что, ну это такого, я не знаю, экземпляров нет в музее краеведения. И у нас в Саратовском музее, понимаете. С какой душой там подходит заключенная к оформлению вот этого музея, понимаете. Вот. Поэтому еще раз повторяю, при всех перегибах, при всех отдельных каких-то моментах, нюансах, негативных, в общем, система достаточно, в принципе, позитивная. Я вас приглашаю в очередную поездку. Вот я собираюсь в Пугачев. Поехали, посмотрите. Я там еще не был. Хорошо. А там уже за эфиром решим. У меня сейчас родилась такая мысль. Может быть, вот структура колонии как раз тот самый, та самая возможность мироустройства, которая нам нужна, если там все стараются. Ну, это шутка, понятно. Ну, это шутка, конечно, циничная немножко. Но я еще раз говорю, я подходил вот с позиции найти недостатки. Я ехал как бы мне хотелось, потому что я много слышал, что там плохо, там все. Ну, есть моменты, ну, есть какие-то нюансы. Ну, в общем плане, еще раз, я был поражен. Работает хорошая система, созданы условия. Я залазил в кастрюле. Я не знаю, куда я только не залазил. Медицину. Я что-то таблетки там пробовал, которые сейчас. То есть мне хотелось понять, чтобы я не выглядел с позиции вот такого хвалящего. Понимаете, я пытался найти. Какие-то моменты мелкие, возможно, я нашел. Как говорится, ну, они настолько, они исправляются в течение 15-20 минут. А в глобальном, я скажу, что система человеку, желающего встать на путь исправления, в наших системах, уголовной нашей системе, я не буду говорить про всю, она в Саратовской области, в том, что я видел, в 9 колониях, она создана. Это отвечаю на свои слова. Спасибо. Время у нас заканчивается. Владимир Незнамов был у нас в студии. Огромное спасибо, приходите еще. Дальше у нас юридическая рубрика с Денисом Руденко. А сейчас маленькая реклама. Редактор с Денисом Руденко.